Всем привет, друзья! С вами Диодант, и сегодня мы с вами опять находимся в Норвегии и смотрим на то, как шотландцы нагло сидят в нашем городе, и я с этим ничего пока что поделать не могу. Повел я себя в предыдущей серии слишком самонадеянно, за что меня очень быстренько наказали, да? Но, тем не менее, отчаяваться не стоит, надо как-то нам отбивать наш город. Потеряли мы с вами, к сожалению, принца, но что поделать, значит, такова его судьба была. Ну, пока на западе у нас не все уж хорошо, тем временем на востоке замок Упсала почти пал. Сколько там ему еще? Три хода осталось, да? Поэтому в этой серии у нас наверняка появится еще одно поселение. И интрига состоит в том, что будут делать шотландцы. Либо они сядут просто на корабли и отправятся дальше по своим делам, либо же они захотят захватить Осло, или что еще хуже, Берген. То есть такой вариант развития событий тоже возможен, но если они нападут на Берген, их ждет большое разочарование, поскольку это замок, а не город. То есть оборонять его намного легче. Ну и я тоже учту ошибки молодости нашей. Говорится то, что не надо прям уж столько много войск расставлять в ворот. Просто раньше эта тактика всегда срабатывала, я не знаю, что в этот момент произошло. Войска спокойно стояли на месте, у них не появлялось никакого желания выходить за пределы ворот. Но, видимо, в этот раз искусственный интеллект решил меня потролить. Такие дела. Так, ну что ж, датчане тоже что-то хотят предпринять. Надо держать ухо востро, иначе они тоже могут нам устроить тут очень веселую заварушечку. Но пока что вроде бы, я уже не помню, в предыдущей серии они отправились на Священную Римскую Империю. И я им желаю удачи в этом деле. Чем больше там датских войск поляжет, тем для меня лучше. То есть они будут ослаблять друг друга, я же потом спокойненько подойду, и сразу же двух зайцев убьем. Так, ну что ж, сейчас нашему послу самое главное это дотопать до Новгорода. Поэтому такие дела. Сводка новостей, ничего нового абсолютно не произошло. Кальвар бы еще захватить, было бы вообще просто супер. А так приходится ждать. Ну что ж. Единственный плюс из той битвы, которую мы вынесли, мы убили вражеского военачальника. То есть это, это довольно-таки неплохо. Ну что ж, сейчас, сейчас можно уже просто-напросто отправиться и осадить его, чтобы побыстрее там продовольствие закончилось, да. Пока наши войска дойдут, как раз таки уже можно будет предпринимать какие-нибудь действия. Ну и после того, как захватим Ставангер, надо готовить армию. Нет, сначала надо развить экономику на востоке. Надо развить экономику, после чего захватить мятежный город, если его уже не захватили. А его почти что захватили. У нас осталось буквально несколько ходов перед тем, как датчане что-то смогут сделать. Но я думаю то, что мятежники здесь отобьются. Я на это, во всяком случае, очень сильно рассчитываю. Иначе будет не очень приятно для меня, да. Скара, что с ней делать? Ну пока что развивается, плюс 2%. А, ну как раз таки, следующий уровень получит новые замковые стены. Тогда уже все будет хорошо пойти. И надо бы Осло потом переделать в город, поскольку у него тут просто-напросто замечательное расположение для того, чтобы быть городом. Толку от того, что он замок, нет абсолютно никакого. Войска все равно сюда не пересылаются. Тем более на восток, да. На запад тоже войска не смогут прийти, потому что слишком далеко то будет. То есть, Осло в перспективе должен стать городом. Если, конечно же, не появится там... Если численность населения не будет слишком большой и не будет 7500, тогда уже там изменить ничего у нас не получится, да. Ну и тоже надо понимать то, что Берген, скорее всего, останется замком на всякий пожарный случай. То есть, мало ли, вдруг там еще кто-нибудь захочет приплыть. Такое тоже вполне вероятно. Поэтому надо ушки на макушке. Держать. Потому что шотландцев мы с вами с одного удара бить не сможем. Нас Папа Римский остановит, он скажет. Нет, нельзя так делать. И все. И пиши пропало. А там битвы будут довольно-таки кровопролитные, я могу вам сказать. Там, эти ребята просто так не отдадутся. Это я вам гарантирую. Но, тем не менее, без экономики, сами понимаете, делать нечего. Если у нас нету сильной экономической базы, то... Долго мы с вами не протянем. Тем более, когда у датчан такие армии ходят, это наводит на вопросы. Да, это очень хорошо то, что я с датчанами не стал конфликтовать. Я не знаю, откуда они все эти армии берут. Но там наверняка, скорее всего, извиняюсь, конечно, за тавтологию, там самые легкие войска, не очень качественные. Сейчас посмотрим. Не очень часто пишут в комментах к видео о том, что... Я повторяю некоторые слова. Ну, да, извиняюсь. Сколько давно я не комментировал в Медилдата Талваре, бывает то, что тавтология прорывается. Ладно, какая тут у нас армия? А, ну тут армия крестоносцы. Это значит, что вернулись все-таки, да? После долгого путешествия. И это меня не радует, на самом деле. Датский правитель, надо посмотреть тоже. Так, ну что ж у нас почему-то не действует наш пиум. Ну так, армия у него довольно-таки средненькая. Скарлы всякие. Не знаю, зачем он конницу нанимает. Не, ну тут мы уже визбы потеряли. Датчане решили уже наверняка ударить. Да, не очень хорошо. Не очень хорошо. Но у нас, по идее, есть и второй вариант развития. Мы можем отправиться на восток. Повоевать с Новгородом, допустим. Что тоже будет прикольно. А что плохого? Если тут территорию захватить. Воевать тут с нами навряд ли кто-то будет. Сюда просто лень топать вражеским армиям, да? Сами понимаете. Ну а потом уже потихонечку иди на запад. Такой вариант развития тоже возможен. Почему бы и нет. Ладно. Визбы мы с вами скорее всего потеряли. Но, надеюсь, Упсалата останется за нами. И Скара, Скара. Осталось совсем немного ждать нам. В осло сидят войска. Из Бергне присылаем парочку подкреплений. Ну и Ставангер продержится еще 6 ходов. Будем просто сидеть и ждать. Если, конечно же, шотландцы не пришлют какое-нибудь подкрепление. Это будет тоже не очень весело. Ну да ладно. Пока что извиняюсь, конечно же. Топчемся, топчемся на месте. Тяжелая ситуация здесь, сами понимаете. Мы, опять-таки, связаны по рукам и ногам. Не можем вот так спокойно взять. Посадить армию на корабли. И отправиться в гости к шотландцам. Поскольку они могут сделать то же самое. И армия у них намного сильнее. Они там оставят армию. А у нас города, по сути, останутся без прикрытия. Тем более, что мы потеряли одну провинцию. Но здесь альтернатива. Альтернатива заключается в чем? Это войне на востоке. То есть отправимся сейчас на северные провинции. Которые там через море. И попробуем захватить что-нибудь. Тоже неплохо. Ну да, датчане здесь воюют. Воюют с немцами. Все их усилия отправляются туда. По идее, надо отправить туда нашего лазутчика. Чтобы он тоже был в курсе, что происходит на мировой политической арене. Это надо все следить. Надо знать. Иначе... Иначе бедами не миловать. Так, ну что ж. Здесь мятежники выходят. Но опять битва не очень интересная. Это у нас будет. В принципе-то. Ну давайте проведем ее в режиме реального времени. Поскольку искусственный интеллект совсем уж непредсказуемый. Пока что такой вот реально интересной битвы, которые были в хроника крестоносца, не произошло. Но, уверяю вас, в дальнейшем они будут. Пока что мы с вами просто-напросто набираем силы. Да и... Вы сами помните, наверное. В самом начале крестоносца тоже все битвы были от обороны. Мы с вами просто сидели в замках. На нас куча турецких или египетских зергов отправлялась, да? И все. Так, ладно. Выбираем наши войска. И просто отправляем их. Раш на Б, как говорится. Конечно же, надо использовать способность. Чтобы быть чуть поплотнее. Так вот все это будет выглядеть. Такие дела. Ну, хотя бы замок захватим. Тоже неплохо. Надо бы его переделать в город. То есть, как Скару мы, скорее всего, оставим в замок. Если кто помнит. А другие провинции уже будем переделать в города. Ну и здесь противник, конечно, совершил большую ошибку. Просто-напросто растянулся вот так вот. И для наших плотных построений это... Самое приятное, что могло произойти. То есть мы с вами, как Рой, потихонечку будем их опутывать. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Да, такие дела. Это еще, видите, это у нас еще войска не бронированные, не прокаченные. Абсолютные новички. И когда еще мы с вами построим мастерские броника, это будет вообще практически неубиваемые ребята. Конечно же, если мы с вами не наткнемся на какую-нибудь абсолютную жесть, типа Хускарлов с топорами, с двуручными. Вот это тоже веселые ребята. Это такое средство прорыва. Одно с ними есть, тоже есть метод борьбы. Это либо конница, либо лучники. Потому что защиты у них нет абсолютно никакой. Пока они дотопают, они очень медленные, их уже половину расстреляют. Ну что ж, потихонечку продавливаем. Здесь уже можно ускорять. Нет абсолютно никакого риска поражения. Тем более, что противник уже начинает убегать потихонечку. Ладно, делаем простую вещь. Просто кликаем и отправляемся в центр города. Так будет все намного быстрее. Кстати, спрашивали, почему норвежцы разговаривают на французском. Просто-напросто потому, что это мод, и в оригинальной игре не было государства Норвегии. Но, тем не менее, надо, чтобы кто-то говорил на языке. Полководцев, военачальников, искусственного интеллекта. Поэтому выбрали язык Франции. Хотя, я думаю, здесь бы намного больше подошел язык священной Римской империи. То бишь, немецкий. Но это уже... Это уже на усмотрение мода делов. Кстати, русские тоже говорят на французском. Поэтому такие дела. Ну что же, захватили уже наконец-таки центральную площадь. Очень долго эта осада длилась. Просто потому, что у нас не было преимущества в численности, преимущества в качестве войск. Поэтому противник мог себе сидеть сколько угодно. Завершаем битву. Наконец-таки, эта долгая осада закончилась. У нас еще одна провинция в копилке. Еще один источник дохода. И сейчас эта армия после переобучения, наверное, отправится на восток. Все, занимаем поселение. Все замечательно. Так, задание выполнено. Еще и 2 500 получили. Просто супер. Расширение крупного поселка. Все пока что у нас хорошо, ребят. Развивается нючипинг. Ну и здесь в избе, конечно же, останется. Останется за датчанами. Ага. Здесь откуда-то шотландская армия вылезла. Там остается просто-напросто сидеть. Хотя... А, ну все мои деньги, они ушли на постройку. На уровне стен. Как-то это совсем забыл. Смотрим, что у нас здесь происходит. Гамбург. Ой-ой-ой-ой. Если датчане захватят Гамбург, это будет вообще не весело. Поскольку это очень сильный замок. То есть прокаченный. У них появится... Технологическое преимущество над нами. И это меня, разумеется, не радует. Хотя, смотрите, здесь турку. Практически там нету войск. Можем спокойно захватить. Просто-напросто пересылаем сюда корабль. Главное сейчас опять успеть это все сделать. И самое главное, то что там нету новгородцев. Это очень хорошо. Так, ну и где у них город-то? Великий Новгород. Захватим турку. У нас появится еще одна база. Эту базу можно оставить даже как замок. В то время как, упс, а у переделать город. Хотя тоже здесь вопрос. Нельзя оставлять два города абсолютно беззащитными. То есть пока до них нам дотопают подкрепление Искары. Захватят. Очень и очень сильно мы с вами растянуты. То есть если здесь, допустим, в Священной Римской Империи все очень так компактно расположено, да? Там у нас сычка в уши растянута. Ладно, торговый договор. Сведения о карте тоже можно попробовать. Уступку сделали. Видим, где располагаются всякие провинции, города. Поговорим сейчас с Папой Римским. Представил поход еще... Ну, видите, мы с вами не особо-то и прокачаны. Наши отношения с Папой Римским. А можем объявить. Можем объявить, чтобы шотландцы или какие-нибудь датчане тоже отправились. И главное, объявить его куда-нибудь вообще в такие дебри. Чтобы даже Иерусалимское королевство туда не дотопало. Либо же в Газу какую-нибудь. Ну, пока что. Строим расчищенные поля. И завершаем 25-й ход. Да, следующая наша цель это захватить Турку. То есть пока что развитие наше на запад, оно остановилось. Значит, идем на восток. Благо, у Норвегии есть выбор. Это не какое-нибудь зажатое королевство, не та же Ирландия, которые воевают либо с Шотландией, либо с Англией. Либо вообще топать в континентальную Европу. Хотя я играл за Ирландию. И я захватывал Францию, там, пару городов. Но потом стало слишком тяжко. Потому что англичане высаживались постоянно на мои родные провинции. Мне там с ними приходилось воевать. Еще и французы всякие армии пригоняли. А у Ирландцев, у них войска не очень на начальном этапе игры. То есть они могут брать только зергом. И никак иначе. Конечно же, появляются наемники всякие и прочие прелести. Но долго держать наемную армию, сами понимаете, это не вариант абсолютно. Так, блокадо Порда. Вот у нас Хакон, Учитель Умер. И, кстати, кто у нас теперь принц-то будет? Правитель. Абсолютно безвольный правитель. К сожалению. И нету наследника. Это очень печально. Это плохо. У нас куча девушек. Хотя... Хотя, хотя, хотя... А, вот, принц Кнут. Наследник. Странно, что он мне не отображается там. Да ладно. Наследнику 62 года. Отлично. Старше, чем король. Конечно же, вот эта система престола наследия в моде Стэнли Стелла, она абсолютно идиотская. Да и вообще в Мейдл 2 Тоталар. Полный рандом по поводу того, кто становится наследником, кто становится правителем. И никак-то нельзя проконтролировать, к сожалению. Кстати, почему-то у меня тут... А, мне просто-напросто денег не хватало, да? Ладно, здесь у нас сколько остается? Четыре хода. Опять-таки, нам приходится только ждать. Здесь ничего не поделать с этим. Войска, конечно же, устают. Но... Иных вариантов нет. Так мы с вами захватить не сможем. Ну и Турку. Наш родимый Турку. Вот у нас Новгородцы. Великий Новгород. Торговый договор предлагаем. И сведения о карте. Это тоже немаловажно. Отказ. Ну, предложить даже денег у меня, к сожалению, нет никакой возможности. Просто почему необходимо узнать мне карты от Офгарда? Сколько здесь просто можно запутаться. Те, что находятся, ты будешь с этой армией блуждать по бескрайним российским степям. И генерал Мороз будет делать не очень приятные вещи с тобой. Да? Кстати, у нас здесь еще один лазучик. Лазучик бестолковый. Не может обнаружить. Вражеского агента. К сожалению. Ладно, пусть идет. Наблюдает за датчанами. Так, ну вот. Гамбург осаждают. Да, датчане очень сильными будут. Это, конечно же, беда. Это беда. Но мы тоже развиваемся. У нас тоже есть развитие. Потом можем напасть на Тевтонский орден, на литовцев. На литовцев не очень хорошо, потому что они сильные. А вот Тевтоны сейчас ослаблены. И можем спокойненько сделать десантик небольшой. Поговорить по душам с магистром ордена, да? Опять-таки там Папа Римский вмешается. Но я думаю, можно будет наплевать на него. То есть, такие дела. Такие дела. Вот у Новгорода, конечно, торговля идет вообще. Столько денег они огребают. И напасть на них не могут. Ну как, могут, конечно же. Но потом сами пожалеют, что там... Пока ты будешь гоняться за этими новгородцами, у тебя уже войска устанут. А еще же, ведь у Новгорода такая армия. Помесь... Помесь европейской... Помесь европейской и польской. То есть, с поляками воевать, это вообще геморрой полный, ребята. Это бесконечные... Как же там их назывались-то? Польская знать. Да. Польская знать. А что она делает? Это очень сильная кавалерия, которая тебя просто-напросто закидывает копьями. То есть, ты их и догнать не можешь. Даже кавалерии свои догнать не можешь. И ничего противопоставить. В итоге, они просто выстреливают в тебя огромное количество копий, и потом нападают. Поэтому против поляков надо делать только конные армии. Пехота у них не очень слабенькая, она довольно-таки, да? Ну, это опять-таки, это мой опыт борьбы с поляками. Как я с ними боролся. Поскольку я когда играл здесь за... За Киевскую Русь, мне приходилось очень часто воевать с этими товарищами. И самое лучшее, самое лучшее, самопроверенное средство, это опять-таки конные армии. Жалко, у нас здесь нету дипломата. Я бы переговорил с шотландцами по душам, после того, как захватил бы этот город. Пока что нету возможности. К счастью или к сожалению, даже не знаю. В Ньючупинге еще два хода осталось до того, как у нас повысятся городские стены. С Папой Римским я забыл переговорить, к сожалению. Но сейчас обсудим с ним. Дела насущные. Кому дать индульгенции, кому откатить. Кстати, недавно же Папа Римский, по-моему, впервые за 400 лет отрекся от престола. И после этого сразу же молния долбанула в купол собора какого-то, главного ватиканского. Это было такое предзнаменование. Хотя не знаю, кто в это верит. Я стараюсь не верить в приметы. Хотя иногда приходится. Иногда все-таки подвержен-то этому всяким суевериям и прочим. Хотя вот до сих пор не знаю, действительно ли они работают или нет, или все мы надумаем, или сами себя программируем, что тоже часто бывает. Хотя это довольно-таки очевидно, когда человек сам себя загоняет, допустим, перед экзаменом. Я не сдам, я не сдам, я не сдам. В итоге он не сдаёт. То есть от того, что у него негативные мысли, они ему никак не помогут сдать. То есть он сам себя загоняет в ловушку, потом сидит, жалеет об этом. Поэтому также очень глупо плакать над какой-нибудь бедой. Надо что-то делать, чтобы её изменить к лучшему. Ладно, всё, это всё болтовня. Заключаем союз. Союз с Папоримским тоже надо держать. Ну вот, видите, как сразу же у нас тут сразу же улучшается отношение с Папоримским. Поэтому берём, недолго думая, объявляем крестовой поход. Куда объявим? Каир, Багдад, Александрия, Париж, Вильнюс. Вильнюс, почему именно он? Потому что в перспективе мы будем воевать с литовцами. Поэтому надо их ослаблять. Ослаблять уже заранее. Чтобы потом мы с вами пришли на готовенькое. Тут... Блин, ну тут, конечно же... Да. Веселье, они ещё 7 ходов будут сидеть. И искусственный интеллект показывает то, что... Не всё так просто. Ладно, попробуем. Слава богу, безогорочная победа. Я уж думал, опять какое-нибудь поражение глупое будет. Занимаем поселение, распускаем наёмных копейщиков. Всё, у нас есть новый замок. Разумеется, сразу же ремонтируем. Ну, денег, к сожалению, не хватает на всё это дело. И корабль распускаем. Хотя, тем самым мы отрежем наши войска от других поселений. Но всё равно здесь не очень-то и сильная армия, скажу вам честно. И всяких хердов тоже распускаем, поскольку содержать их очень-очень дорого. Вот такая вот у нас серия с вами произошла. В принципе, довольно-таки хорошая. Нормально. Конечно же, шотландцы мы не разобрались. Опять-таки, ну, здесь осада ещё 2 хода будет длиться, да? Тем не менее, захватили целых 2 поселения. Это Упсала и Туркул. Обсудили всякие насущные дела с новгородцами, что тоже не очень плохо, сколько сейчас пойдёт торговля. Видите, уже мы можем торговать с Новгородом. Это очень важно. Что ещё сделали? Заключили союз с Папой Римским. Потом переговорились с венецианцами. Увидели, что датчане уже захватили Гамбург. Идут дальше на юг. То есть, надо как-нибудь, не знаю, помочь им, что ли. Священно-Римской империи, разумеется, да? Но пока что нету никаких у меня для этого возможностей и влияния. В будущем, когда у нас появятся убийцы, вот тогда мы уже можем оказывать теневое влияние. Просто-напросто вырезаем всех полководцев, делаем всякие неприятные вещи и получаем различные профиты за это. И, наконец, самое важное, что я считаю, чтобы сделать за эту серию, это крестовый поход в Вильнюс. Сколько надо литовцев ослаблять? Нельзя давать им усиляться, поскольку побережье, вот это вот всё, оно должно быть моим. Чтобы я мог здесь уже создать чисто свою торговую территорию, сами с собой торгуем, получаем кучу денег, особенно вот здесь тоже необходимо нам потом захватить. И это практически идеальный способ дохода. То есть, видите, всё Балтийское море должно быть нашим. Вот так вот. Такие скромные у меня пока что планы, да? Новгород навряд ли мы с вами захватим, поскольку потом отсюда будет приходить вот просто внезапно куча русских армий. Воевать с ними у меня нет абсолютно никакого желания. Поэтому Новгород, скорее всего, оставим. Но вот эти провинции, вот эти провинции, они должны быть нашими. Пока что это всё, конечно же, в планах. Надо планы идти реализовывать, то есть не сидеть на месте. Я не знаю, те, кто говорят, что игра не двигается. Мы с вами начинали с трёх провинций. Это Осло, Ставангер и Мерген. Сейчас у нас уже Скара, Нючупинг, Упсала и Турку. К сожалению, Висби мы захватить не смогли. Но всё равно отчаиваться не стоит. Нючупинг в следующем ходу у нас уже будет с каменными стенами. Уже сможет спокойно развиваться. По сути, будет ключевой торговой провинцией в этом регионе, среди наших городов, разумеется. Упсалу тоже надо попробовать переделать город. Стоит это 6 тысяч. Дороговато, конечно же, но что поделать. Поэтому такие дела. С деньгами тоже всё неплохо. Доход 1117. Это мы с вами наконец-таки распустили наёмная армия. И, наконец-таки, генеалогическое дерево. Сыновили какого-то чувачка. Торкель. Конечно, бесполезный, но тем не менее. Что хорошо, появится в скором времени у нас куча принцесс. Разумеется, принцесс. Что с ними делать? Принцесс надо отдавать замуж. Попробуем угнать всяких датских генералов. То есть, это тоже вариант ослабления датского влияния в регионе. Поэтому всё у нас с вами хорошо. Несмотря на то, что потеряли Ставангер, не стоит отчаиваться. Бывали ситуации намного хуже Metal Total War, из которых я умудрялся облазать. Здесь же у нас всё просто отлично. Есть торговля, есть города, есть замки. Мало войск, конечно же, но если будет сильная экономическая база, это всё очень легко наверстывается. Поэтому с вами был Диодан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok